В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Проблема жителей поселка Ленинский, которая существовала 30 лет, теперь успешно решена. Жить захотелось, я говорю. Жить захотелось. Молодые активисты муниципалитета встретились с легендой российского хоккея и депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. Получила прекрасные ответы, познакомилась с интересными людьми. 25-летний юбилей отпраздновал военно-патриотический клуб «Застава». Один наш современный классик сказал, что есть два вида патриотизма – громкий и тихий. Около 30 лет прошло, прежде чем решилась проблема жителей домов поселка Ленинский. Благодаря обращению к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову в их квартирах появилась горячая вода. О счастливом разрешении ситуации расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Трудно в это поверить, но у жителей домов поселка Ленинский до недавних пор не было горячей воды. Более 30 лет они обращались в разные инстанции с просьбой установить им в квартиры газовые водонагреватели. Другим способом решить проблему не было возможности из-за архитектурной конструкции зданий. Зинаида Ивановна Грачева весной пришла с наболевшей проблемой на прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову. И, наконец, в ее квартире из крана потекла горячая вода. Жить захотелось, я говорю, жить захотелось. То вообще тоска была зеленая. А сейчас, по крайней мере, мы людьми себя почувствовали. Вместе с главой района Вячеслав Александрович лично приехал проверить работы, проведенные в домах поселка. Но прежде они остановились, чтобы пообщаться с жителями. Президент совсем недавно сказал, что избранные люди, которые получили доверие от народа, должны вникать в ситуацию, общаться с жителями. И он совсем недавно сказал, мне кажется, это правильный посел. И мы таким образом здесь и работаем. На всех приемах, которые мы проводим во время региональной недели. Благодаря взаимодействию с населением, местные власти услышали и о других проблемах поселка. Газом мы не ограничились. Мы решили в первую очередь, заявились по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, мы здесь сделали новый асфальт, обновили полностью, поставили освещение и зашли еще комплексным благоустройством тридворовой территории. Пользуясь случаем, собравшиеся обратились к представителям власти с вопросом о транспортной доступности. В настоящий момент добраться отсюда до Видного, не имея личного транспорта, довольно проблематично. Всегда ответы приходят. У вас три маршрута. 10, 39, 40 и 42. Которые нам совершенно не будут. Простите, но они идут в московский один. Не один из них, а один раз в семь часов. Муниципальные депутаты продумают возможности запуска других маршрутов общественного транспорта. Чтобы доехать до нашего Видного, 45 рублей заплатить. Опять пересесть на какой-то автобус, который у нас с вами идет до метро, еще раз заплатить. То есть 90 рублей, но это, конечно, не дело. Здесь тоже нужно как-то срешать. Все обращения, поступившие во время встречи, будут взяты на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Молодые активисты муниципалитета встретились с легендой российского хоккея и депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. У школьников и студентов накопилось множество вопросов к Вячеславу Александровичу, а он, в свою очередь, постарался на все ответить. Побывала на встрече в историко-культурном центре и наша съемочная группа. Когда легенда российского хоккея, а ныне депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов подъехал на встречу с молодыми активистами муниципалитета, у здания историко-культурного центра было многолюдно. Участники проекта «Активное долголетие» готовились отправиться на очередную экскурсию. Вячеслав Александрович пожелал пенсионерам счастливого пути и раздал автографы. Спасибо вам большое. Какие вы классные все. А тем временем активная молодежь Ленинского городского округа уже поджидала его в центральном зале ИКЦ. Глава муниципалитета Валерий Венца приветственным словом открыл встречу. Я хочу поблагодарить Вячеслава Александровича за то, что он действительно как старший товарищ никогда, знаете, ну, во-первых, словно рейдер не бросает, и если он за что-то оберется, он не даже дело, а не за это доводит до конца. На мероприятии собрались школьники, студенты, начинающие и уже состоявшиеся спортсмены, а также активисты Ленинского городского округа. Они подготовили множество вопросов, касающихся как спортивной карьеры Вячеслава Фетисова, так и его деятельности в Государственной Думе. Затронули темы развития спорта, образования, карьеры, самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие. Я бы хотела вас попросить, чтобы у нас в городе прошелся мастер-краску. Вот, что же хотели. Вячеслав Фетисов постарался ответить на все вопросы, а также поговорил с молодежью об экологических проблемах Подмосковья, призвав активистов больше работать в этом направлении. Встреча получилась очень интересной и продуктивной. Молодые гвардейцы Ленинского района обратились к главе округа с просьбой провести встречу с депутатом Государственной Думы общего собрания Вячеславом Александровичем Фетисовым. Встреча прошла замечательно, вопросы были живые, ребята готовились, некоторые, конечно, постеснялись задавать, но это, наверное, просто дело времени. Получила прекрасные ответы, познакомилась с интересными людьми, все очень здорово, познавательно. Спасибо большое за эту встречу. Один позитив, конечно, тем более у меня бывают встречи в неформальной обстановке, поэтому очень приятно, что человек при такой занятости находит время, чтобы прийти и пообщаться с узким кругом молодежи. Отведенный на встречу час пролетел незаметно. Многие подготовленные вопросы присутствующим так и не удалось задать. Поэтому Вячеслав Фетисов принял решение встречаться с активистами нашего муниципалитета ежеквартально. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. К председателю Совета депутатов Ленинского района Станиславу Радченко обратились жители села Ермолина и домов по Ермолинской улице. Состояние пятачка, расположенного рядом с въездом в село, находится в ужасном состоянии. Грязь, мусор, неопрятный вид торговых объектов. Ответ на извечный вопрос, что делать, в нашем следующем сюжете. В магазине сейчас пусто и хозяин торговой точки рад поговорить с гостями. Но председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко и представители различных служб муниципалитета приехали сюда не поговорить. Это место, где находится стоянка маршрутных такси и расположено несколько торговых точек, стало предметом жалобы местных жителей. С лето, когда здесь в последний раз наводился порядок, так скажем, проводился субботник с привлечением населения. Вот за этот период к осени здесь территория опять в неприглядном состоянии. Мусор, мы видим здесь туалет в неприглядном состоянии, который использует транспортная компания. Свою печальную лепту в такое положение вещей вносят и предприниматели, осуществляющие торговлю, и клиенты шиномонтажа, и пассажиры с водителями маршрутных такси. Сотрудник Госадмотехнадзора отмечает, что на площадке есть и строительный мусор, а значит и к застройщикам есть вопросы. Сейчас будем разговаривать и со строителями, и с торговыми предприятиями, и с транспортными компаниями. Я думаю, что до первого снега мы здесь наведем порядок. Управление по экономике и потребительскому рынку проверило соблюдение правил торговли, наличие уголков потребителя, выкладку товара, полицейские, соблюдение паспортного режима работниками коммерческих точек. Сотрудники Государственного административно-технического надзора оценили состояние территории. Сегодня мы вышли с комплексной проверкой по жалобам жителей на территорию. Здесь у нас присутствует и шиномонтаж, и нестационарная торговля, и также используется территория перевозчиком. Здесь у нас и стоянка, и, соответственно, очень большая проблема, которую сейчас в ближайшее время нужно устранить, это почистить территорию, привести в порядок. Принято решение в ближайшие выходные силами предпринимателей и перевозчика провести субботник по уборке неблагополучной территории. Со стороны администрации муниципалитета помощь окажут сотрудники и техника МБУ Дорсервис, которые помогут вывести мусор. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В ноябре отмечается День борьбы с диабетом, и в течение всего месяца медики доводят до граждан информацию об этом заболевании, его профилактике и о том, как жить с диабетом. На эти темы мы поговорим с нашей гостьей, врачом-эндокринологом Видновской районной клинической больницы Анной Кузнецовой. Здравствуйте, Анна Геннадьевна. Добрый день, спасибо за приглашение. Насколько я знаю, сейчас начали работать мобильные выездные бригады, и вы входите в состав такой бригады. Расскажите, пожалуйста, о целях, задачах и, собственно, каким образом происходит сам прием граждан. Да, действительно, с сентября 2019 года стала работать выездная бригада, в состав которой входит в том числе и врач-эндокринолог, который способен оказать специализированную медицинскую помощь больным непосредственно в поселениях Ленинского района. Это и Бутово парк, и Дорожино, и Молоково, Горки-Ленинский. Пациенты, которые ранее не могли попасть к эндокринологу в городовидную поликлинику, могут сейчас спокойно подойти в амбулаторию. Мы таких пациентов оказываем специализированную помощь, берем необходимый спектр анализов, исследований, можем провести коррекцию терапии на месте. То есть, как я понимаю, может прийти не только уже человек, который болен, но и человек, который имеет какие-то подозрения на это заболевание? Конечно, сейчас очень развита система диспансеризации, это очень большой плюс, потому что пациенты к нам приходят уже с минимальным пакетом исследований, где мы можем заподозрить и провести необходимый спектр диагностических манипуляций, подтвердить или опровергнуть данный диагноз, и пациента уже направить на дальнейший этап лечения. По вашим данным, какова вообще обстоит ситуация в Ленинском городском округе с этим заболеванием? К сожалению, вообще эндокринопатология сейчас это вообще бич, и один из них это сахарный диабет, ожирение, дислепидемия. Мы, в принципе, не отстаем от мировой статистики, уже на всех площадках говорят о том, что диабет будет занимать одно из ведущих заболеваний после заболеваний сердца и онкологии. Так, например, в 2045 году прогнозируется, что во всем мире будет 10% пациентов с сахарным диабетом, то есть это лица от 20 до 79 лет, трудопособные граждане. И в Ленинском районе более 6500 пациентов с эндокринной патологией. Из них, конечно, львиная часть, 50% составляет с сахарный диабет. Что же нужно сделать, чтобы, скажем так, немножко сделать поменьше эту цифру в 10% и, может быть, и самому не попасть в число тех, кто, к сожалению, болен с сахарным диабетом? Ну, никто не отменял правила здорового жизни. Это рациональное питание, тезические нагрузки дозированные. Это, опять-таки, не забывать проходить этапы диспансеризации, давать минимальный пакет, биохимический анализ крови, проходить специалистов, неврологов, тальмолога, терапевта. Тем самым мы добиваемся наиболее раннего выявления заболевания, тем самым мы можем на ранних этапах его профилактировать и предотвратить. Ну и заключительный вопрос, а какова же профилактика должна быть у самого человека, чтобы ему не заболеть с сахарным диабетом? Ну, конечно, таким пациентам рекомендуем, в первую очередь, соблюдать правила здорового питания. Ты есть как можно больше фруктов, овощей, не менее 400 грамм в день. В рационе должны преподать продукты, богатые жирами, более насыщенными. Это оливковое масло, красная рыба. Это также цельнозерновые продукты. Это хлеб, крупы. Не забывать об активности прогулки. И сейчас очень большое место занимает скандинавская ходьба, очень популярна среди жителей старшей возрастной категории, бассейн, плавание. Конечно, не забывать о закаливании и поддержании здорового образа жизни. Надеюсь, что в очередной раз наши зрители, наверное, задумаются о том, как следует жить, как следует соблюдать рацион питания, вести активный образ жизни. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что о проблеме с сахарным диабетом мы беседовали с врачом-эндокринологом Видновской районной клинической больницы Анной Кузнецовой к другим темам. Несмотря на постепенно усиливающиеся морозы, желающие заниматься спортом не сидят по домам. В сквере 45-летия Виднова по улице Заводской теперь будет проходить утренняя зарядка для тех, кто хочет укрепить тело и закалить дух. На первом занятии побывал Арсений Рогозянский. Короткая разминка под динамичную музыку, чтобы встряхнуться, и каждый участник уже выбирает, что будет делать дальше. Физкультурники могли заняться скандинавской ходьбой или поиграть в футбол. Те, кто не успел прогреться во время зарядки, могли отведать горячего чая с пряниками. Мы приготовили оборудование для скандинавской ходьбы, у нас есть мяч для футбола. Будет обычная зарядка для того, чтобы был положительный заряд энергии на всю неделю. После короткого чаепития спортсмены сыграли в футбол на одни ворота. Участников утренней физзарядки пока немного. Всего 10 человек. Но для первого занятия в холодный выходной день результат неплохой. Одна из участниц Айлин Гарибова занимается тхэквандо. По ее словам, такая разминка добавляет полезную нагрузку в рутинный тренировочный процесс. Я хочу, чтобы я смогла выигрывать на соревнованиях. Но если я буду спать по утрам, ничего не будет. Физкультурные занятия будут проходить по выходным с 11 утра. Участники дебютной разминки смогли примерить на себе известное крылатое выражение. В здоровом теле – здоровый дух. Арсений Рогозянский, Кирилл Ванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В четверть века клуб «Застава» занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Ленинского городского округа. Свой 25-летний юбилей представители организации отметили в кругу друзей. Услышали от гостей много теплых слов, получили подарки и, в свою очередь, отблагодарили их праздничным концертом. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. За 25 лет работы военно-патриотического клуба «Застава» было найдено и захоронено 2202 бойца, которых участники отряда обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий на местах, где во времена Великой Отечественной войны шли боевые действия. География широкая. Московская, Новгородская, Смоленская, Ленинградская области, Краснодарский край, почти вся Россия. Один наш современный классик сказал, что есть два вида патриотизма – громкий и тихий. И, конечно, очень важно и нужно знать историю государства российского, чтить ее, знать наш гимн, гордиться своей Родиной. Но гораздо более важнее и важным является военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Это та работа, которую как раз проводит военно-патриотический клуб «Застава». И, конечно, глубочайшее уважение заслуживает поисковая работа. В честь празднования круглой даты военно-патриотического клуба председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко вручил руководителю «Заставы» медаль, выпущенную в честь 90-летия Ленинского района. Юбилейная медаль «90 лет» Ленинскому муниципальному району вручается Ивлеву Владимиру Анатольевичу, руководителю военно-патриотического клуба «Застава». С клубом «Застава» Владимир Ивлев со времен образования. Тогда нынешнему руководителю было всего 15. Это были времена, как сейчас говорят, перестройки. Никто почти не занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому, узнав о такой организации, долго не раздумывая, Владимир вошел в ее ряды. На тот момент, это были как раз-таки середина 90-х, и все-таки, наверное, детям такие, подросткам, такие, как я, наверное, не хватало чего-то такого, драйва, наверное, еще что-то. И вот тут вот на фоне всяческих нехороших, скажем так, молодежных группировок появилась вот такая альтернатива – военно-патриотический клуб. Когда мы увидели объявление, мы, естественно, заинтересовались, пришли. И вот 25 лет прошло, и я стою уже как руководитель. Сегодня в клубе порядка 40 участников в возрасте от 14 до 18 лет. Одно из направлений деятельности – допризывная военно-прикладная подготовка для тех, кто и дальше хочет служить отчизне. Но в заставу идут не только ребята. Здесь немало девушек. Например, Полина Кобякова, которая в клубе уже год. Мне очень нравится, что он нас сближает, и мы очень хорошо дружим со всеми ребятами. Очень много интересных моментов происходит, очень много мероприятий. Ну, и просто здесь очень интересно на самом деле. Планов у руководства и участников клуба «Застава» много. Продолжать проводить поисковые работы, организовывать военно-патриотические мероприятия и ждать следующего – 50-летнего юбилея. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.